Приветствую, дорогие друзья! Кубок России 23-го года. Противостояние Марии Качановой и Натальи Спиридоновой в прыжках в высоту. Полетели! Мария Качанова в первой попытке успешно преодолевает высоту 1,83 м. Попытка Натальи Спиридоновой. Высота 1,86 м. Первая попытка Марии Качановой на рубеже 1,89 м. Она берет 1,89 м в первой попытке. Легко, красиво, аккуратно. Наталья Спиридонова, 1,89 м. В этих соревнованиях Наташа пока не совершила ни одной ошибки. 1,89 м с хорошим запасом. Точно так же, как и прежние высоты, покоряются ей в первой попытке. Планка на высоте 1,93 м. Мария Качанова. Первая попытка. Первый брак у Марии на этих соревнованиях. На повторе обратите внимание, Мария во время прыжка закрывает глаза. Наталья Спиридонова, 1,93 м. Вторая попытка Натальи на той же высоте. Прекрасная попытка с таким хорошим запасом. Затяжной прыжок. И это еще личный рекорд Натальи Спиридоновой. У Марии Качановой есть еще две попытки на этом рубеже. Высоко вылетает и приземляется прямо на планку. И снова делает это с закрытыми глазами. Мария Качанова берет 1,93 м в третьей попытке. В отсутствие Марии Лосицке. Неплохая борьба разворачивается. И девушки переходят на следующий рубеж. 1,95 м. Третья попытка на отметке 1,95 м. И первой будет прыгать Наталья Спиридонова. Соревнования для Наташи заканчиваются. Судьба кубка теперь зависит от попытки Марии Качановой. Соревнования для Наталья Спиридоновой. Если Мария Качанова не преодолевает 1,95 м, то Кубок России выигрывает Наталья Спиридонова. Она выигрывает по попыткам. Второе место у Марии Качановой. Продолжение следует... Наталья Спиридонова выигрывает Кубок России с личным рекордом. 1,93 м. Друзья, хорошего вам настроения. Здоровья. Берегите себя и своих близких.